Привет, друзья! Меня зовут Асей Василий. И в этом видео я хотел бы пообщаться на такую интересную тему, как факторы, влияющие на эффективность контекстной рекламы. Да не только контекстной рекламы, а на любые активности в интернете, с помощью которых вы получаете клиентов. А касаться это будет тех тематик, у которых основная цель — это деньги в кассе, выручка и отдача инвестиций по рекламным источникам. То есть эти рекламные источники — это может быть и контекст, и SEO, и любые другие. То есть это может быть и YouTube, Q, Zen. То есть те источники, откуда вы получаете трафик. Давайте разберем. Потому что чаще всего, если вы эти шесть принципов не соблюдаете, то эффективность является сомнительной. Фактор первый — это источник. В целом это точка входа. Если мы говорим про шесть факторов, то это некая последовательность, которая приводит вас к конечному результату. Первый фактор — это источник. Это то, с помощью чего вы получаете клиентов. Очень важно подойти к нему основательно. Для примера, если мы возьмем контекстную рекламу, очень важно, чтобы вы проработали и семантическое ядро, и целевую аудиторию, и отработали возражения, подошли грамотно к упаковке, к структуре, архитектуре. Тем самым вы сможете улучшить показатели именно на самой точке входа. От этого зависит объем трафика, качество трафика и, в целом, сколько вы сможете в дальнейшем генерить, основываясь на остальных факторах. Фактор номер два. Номером два фактора является сайт или посадочная страница, куда вы приземляете тот трафик, который вы получаете сперва. То есть у вас есть источник, откуда идет трафик. Дальнейшим фактором является сайт. На самом деле, как показывает практика, это очень важный элемент. Так как если у вас будет плохой сайт, он будет приносить плохую конверсию, то там состав посещения, за который вы заплатили энную сумму денег. Если у вас конверсия будет 1%, вы получите всего лишь одну заявку. Если конверсия будет 10%, вы получите 10 заявок. И видоизменяя сайт, делая АБ-тесты, прорабатывая упаковку. Вот в этом видео мы подробно рассказываем, каким образом нужно подходить к созданию сайта, к его разработке, чтобы он был эффективный. Поэтому очень важно подготовить посадочную страницу, чтобы она давала вам нужные результаты. От этого зависит, сколько вы заявок получите. Фактор номер 3. Фактор номер 3, это самый, наверное, достаточно болезненный фактор, самый сложный в плане управления. Если вы сайт можете менять, делать много АБ-тестов, экспериментировать, что-то вносить и смотреть уже разницу. То есть разницу до и после в виде АБ-тестов и как-то влиять на показатели, то в факторе номер 3 повлиять на показатели достаточно сложно. Это отдел продаж. Это то, куда поступают те заявки, которые попали у вас с сайта и уже подальше пошли поворонки. С отделом продаж важно работать, его важно цифровать, важно постоянно прослушивать звонки, разговоры менеджеров, сравнивать их между собой, прорабатывать скрипты, как-то взаимодействовать и повышать конверсию отдела продаж. Это тот фактор, который очень часто бывает так, что собственники бизнеса вкладывают огромные бюджеты в рекламу, они упаковывают сайт. У них вроде все хорошо на первых двух факторах, но третий фактор у них может все ломать. У них нет CRM-системы, они не цифруют, они не ставят следующий шаг, они как-то с клиентом не взаимодействуют. И за счет этого конверсия отдела продаж становится небольшая, так как клиенты там теряются, клиентам не перезванивают. Тем самым сколько вы денег бы не пичкали бы в рекламу и в разработку сайта, на выходе вы получаете маленькую подачу инвестиций за счет того, что у вас все ломается на уровне. Фактор номер четыре. Это ваш продукт. Это может быть услуга, товар, все что угодно может быть. Это то, что вы непосредственно продаете клиенту. Если продукт будет иметь плохое качество, это будет что-то, допустим, некрасивое, это будет ломаться, или услуга будет оказываться как-то некорректная, клиента будут консультировать грубо или какую-то информацию не договаривать, то это тоже косвенно может повлиять на продажи и на эффективность той же рекламы. Понятное дело, у вас там может быть и упакованный сайт, и отдел продаж достаточно... Не то, что с хорошей конверсией отдела продаж будет, а там будет нормальный менеджер, который умеет хорошо продавать, они соблюдают все нюансы, проговаривают по скрипту, у вас есть CRM-система, у вас там упакована контекстная реклама или другой источник, откуда вы получаете трафик. Но если вы продаете грубо говоря говно, то понятное дело, что у вас могут быть проблемы с продажами и могут быть проблемы с отдачей инвестиций по конечному результату. То есть это тоже косвенно влияет. Дальше давайте поговорим следующий мир. Фактор номер 5. Фактор номер 5, он пересекается с фактором номер 4 отчасти, потому что это является вашей репутацией. Это отзывы, это информация о вас в интернете, как о компании, о вашем продукте, о вашей услуге. Это напрямую может влиять на эффективность рекламы. Клиенты могут заходить на сайт, у вас замечательная реклама, у вас замечательный сайт. Но сейчас, в текущее время, клиенты стали более грамотные. Они все чаще и чаще перестали сразу что-то покупать. Им нужно прочитать. Особенно если у вас продукт не массового потребления, и он стоит достаточно большую сумму денег, они обязательно полезут в интернете и будут читать отзывы про ваш магазин, про вашу компанию, про ваш продукт, про ваш товар. Им важно собрать ту информацию, которая позволит им завоевать к вам лояльность, обратиться и что-то у вас купить. И поэтому фактор номер 5 является ваша репутация. Если с репутацией будут проблемы, то у вас будут сразу хромать все остальные факторы. У нас был кейс, мы работали с клиентом достаточно длительное время, у нас были хорошие показатели. И вдруг у нас прямо перед Новым годом по какой-то причине упала, во-первых, конверсия сайта, попала вниз без явных причин. И люди... Как мы на самом деле это обнаружили? Люди начали отказываться на моменте отдела продаж. То есть у нас был отдел продаж, и люди в этом моменте начали сливаться. Менеджер с ним взаимодействует, все хорошо, они уже договорились, что услуга будет оказана. Они там обсудили время, когда приедут к клиенту оказывать услугу. Но получается так, что клиент в последний момент берет и отказывается. Ладно, если это был бы единичный случай, то таких клиентов было много. И мы начали искать причину. А причина оказалась в том, что в интернете про компанию появился негатив. Репутация была испорчена у компании. И этот был негатив создан не клиентами клиента. То есть этот негатив был создан конкурентами. Конкуренты начали делать площадки, отзывики, на которых они писали отзывы про другие компании, они смешивали позитивные и негативные, про кого-то чисто негативные отзывы писали, а про себя писали позитивные отзывы. И на фоне этого они выдвинулись в топ по брендовым запросам клиента. Когда там вбивали название компании клиента, то люди видели название компании, отзывы, и они видели выдачу вот этих площадок, где была куча грязи. То есть там была одна грязь, грязь, грязь. И за счет этого клиенты, читая вот эти отзывы негативные, скидывались. То есть они либо отваливались на уровне сайта, когда искали информацию, в целом в компанию не обращались, либо они начали отваливаться на уровне отдела продаж. Поэтому очень важно мониторить и работать с репутацией, так как это является фактором, который влияет на эффективность рекламы. И потеряв определенный пул клиентов, отдача инвестиций от рекламного источника у вас кратно уменьшится. Поэтому очень важно прорабатывать. Вот в этом видео вы постепенно кликните, мы разбираем историю по управлению репутацией, это важно. И вы можете какие-то моменты для себя подчеркнуть, как мониторить, как искать, или как на дне работать, взаимодействовать с теми же пользователями, с реальными клиентами, как бороться с конкурентами, которые пишут про вас гадость. Фактор номер 6. Фактор номер 6 очень часто пренебрегают. То есть почему-то все считают, что оно так и должно быть. Идет и идет процесс. Клиенты вроде есть. А фактором номер 6 является работа с базой клиентов, работа с аудиториями. Давайте просто для примера возьмем высококонкурентный рынок. У нас в России он не такой высококонкурентный, как в США. Клиент стоит колоссальное количество денег. Вот представьте, вы оказываете услугу за 3 тысячи рублей, а клиент вам стоит 2,5 тысячи рублей. И как в этом случае быть? То есть вы вкладываетесь в рекламу и получаете убытки. А клиенты вам нужны. Вы там можете по SEO продвигаться, можете заниматься гостевым постингом или еще какими-то инструментами, которые являют более высокую отдачу инвестиций. И оттуда вы можете получать более дешевый трафик. Но понимаете, чтобы вам конкурировать и занимать какую-то высокую позицию на рынке, вам, хотите вы этого или не хотите, придется биться за этих клиентов, придется платить за них большие суммы денег. Так что конкуренция будет колоссальная. Давайте же разберем, что же это за фактор номер 6. Фактор номер 6 это работа с базой, работа с аудиторией. На высококонкурентных рынках уже начали компании перестраиваться. И задача работать над качеством и работать над тем, чтобы клиентов возвращать. Вы должны работать с базой клиентов. Эта база может храниться в сером системе, вы можете с ней взаимодействовать, там менеджер будет перезванивать клиентам, напоминать о себе, вы можете делать рассылку, вы можете какие-то подарки им дарить. Это может быть аудитория в социальных сетях. Вы продвигаетесь в социальных сетях, вы снимаете видео на YouTube, вы там ведете группу ВКонтакте, Instagram, и у вас там есть аудитория. Это очень важно. А почему это важно? Если у вас есть аудитория даже в тех же социальных сетях, вот сколько вам будет стоить дотянуться до тех пользователей или потенциальных клиентов, которые у вас есть в социальной сети? Да нисколько. Вы делаете пост, на оформление поста у вас уйдет на картинку, не знаю, тысячу рублей, и на текст небольшая сумма. Тем самым вы это разместите и сразу донесете информацию до вашей целевой аудитории. И совершите повторные продажи. А они повторно обратятся, или вы можете им предложить некий продукт, который не основной, а смежный, которым тоже может пригодиться. Это может быть какой-то там кросс-сейл, апсейл. И тем самым вы получите быстрый контакт, и вы получите заказы. Сделать можете рассылку по базе. Вот поэтому вот это то, над чем нужно концентрироваться, если вы хотите расти. Это кратно увеличить отдачу инвестиций от рекламных компаний. Вы представляете, вы с рекламной компанией получили дорого 100 клиентов, но эти 100 клиентов купили не один раз, а два раза. Вы представляете, это двукратно увеличивает отдачу инвестиций. А возможно, вы с этими клиентами работали и постоянно с ними взаимодействовали, организовали клуб, клуб лояльности, и эти клиенты у вас купили не два, а пять раз или десять раз. Давайте спроецируем. У вас есть конкурент, который не занимается этим. То есть ему наплевать на базу. Ему главное здесь и сейчас бабла рыбануть, получить денег и дальше ничего не делать. И есть вы. Вы можете клиенту десять раз продать. Сколько вы можете тратить в этом случае на рекламной компании? Да в десять раз больше, чем конкурент. Вы можете ставить выше клики. Вам все равно, почему покупать клиентов, потому что вы понимаете, что клиент сделает вам несколько транзакций, и с помощью этих транзакций принесет вам колоссальную дачу инвестиций. То есть он купит не один раз, а десять раз. Поэтому этот фактор очень важный. То есть если даже у вас проблемы на других ступеньках есть, и вы работаете с этим фактором, и с этим фактором у вас все хорошо, то по-любому вы будете более конкурентоспособны, чем другой любой конкурент. Посмотрите на все текущие компании, всех гигантов, которые сейчас на рынке. Они все работают над тем, чтобы возвращать клиентов. Они дают скидки, дают какие-то бонусные программы, раздают карты лояльности. У всех есть личные кабинеты. Не знаю, те же «пятерочку» посмотрите или каких-то других. У них у всех есть бонусные системы, где вы накапливаете баллы, какой-то кэшбэк, и потом этим кэшбэком можете покупать продукты, расплачиваться или что-то получать. Тем самым они пытаются аудиторию держать рядом с собой. Потому что рынок, как бы мы ни крутили, становится все конкурентнее и конкурентнее с каждым разом. Поэтому мы сейчас проговорили все основные факторы, влияющие на эффективность контекстной рекламы. Если вы будете на них сосредотачиваться, будете над ними работать, успех вам гарантирован. То есть вы гарантированно займете нужную позицию на рынке, будете получать нужную отдачу инвестиций, которая вас будет устраивать и радовать. И поэтому работайте над этими факторами, не забывайте ни про один из них, всячески взаимодействуйте и улучшайте. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно не забываем ставить лайки, подписываться на канал. И обязательно пишите комментарии, потому что нам нужно понимать, что не так, как нам становится лучше, или на какие вопросы вам нужны еще ответы, чтобы мы могли на это снять видео. Спасибо за внимание! Пока!